В Краснодаре после пожара в многоэтажке возбудили уголовное дело по факту гибели жильца. Статья о причинении смерти по неосторожности. Следователи будут проверять застройщика в части соблюдения всех правил во время возведения здания, а также контролирующие органы и чиновников. Но погорельцы уверены, виновных не найдут, а всё свалят на жильцов. Вот что рассказывает один из пострадавших про сгоревшее здание. Проблемы со светом, с пожарами, с водой и так далее. Виноваты жильцы, что купили такие квартиры. А то, что власть подписала эти дома, они почему-то не виноваты. Они говорят, мы не виноваты, что предыдущая власть так сделала. Многоэтажка загорелась накануне около 6 часов вечера. Огонь повредил около 50 квартир. Общая площадь пожара превысила 1500 квадратных метров. Потушить пламя удалось только спустя 6 часов. Из дома и выкуровали почти 400 человек. Пансарный этаж сгорел полностью. На самом верху живут. Вы находились дома? Да, огонь с такой скоростью распространился, что народ выбегал из подъезда. И всё, хватали то детей, кто что там смог. И всё, он быстренько разгорелся. Приехали пожарные и начали тушить. Погорельцев разместили в пунктах временного содержания. Местные жители организовали для них сбор вещей. Сейчас обо всём подробнее расскажет Ника Виноградова. Здравствуйте. В данный момент у нас продолжается сбор вещей. Люди снова подошли. И вот у нас девушка, которая приняла от нас помощь. Многие уже получили лично вещи в руки. Расскажите, пожалуйста, с какого вы... Мне очень сложно задавать вопросы. Но скажите, пожалуйста, пятый этаж Прокофьева, где вы провели эту ночь? Провели эту ночь. Мои знакомых провели. Вам оказывается первая помощь. Вы... Дальше не знаю, будем смотреть. Но пока сейчас здесь находимся, вот, может, думаем, пустят нас хотя бы что-то, может, осталось, не знаю, прятали. Потому что все Пархола так не сохранилась очень. Ну, вы знаете, что мы вместе, мы для вас готовим этот сбор. Спасибо большое всем. Спасибо. Дайте я, дайте я, пожалуйста, не могу. Войдите меня, пожалуйста, в контакте, ладно? Спасибо. Очень сложно на самом деле сейчас вести трансляцию, потому что это эмоции, это, конечно, беда, на которую откликнулся весь город. Вот, то есть здесь пострадавшие есть и дети, и взрослые. Вот, малыш. Сколько малышу, скажите, пожалуйста? Один из семь. Годик из семь. Тоже является пострадавшим. Маленький мой. Где вы провели эту ночь? О, друзей. Друзей. Вот, жалеет. Малыш, мальчик тебя жалеет. Да, жалеет. Жалеет. Скажите, вам помогли хоть немного мы? Да. Вы нашли, что подобрать? Еще и два. Вот у нас детская... Ой. Мама. Ну, хочешь больше. Вот, продолжается дальше сбор вещей. Фух. Вот, так что... Вот, маленький. Скажите, где вы будете дальше жить? Ника Виноградова рассказала о том, как местные жители в Краснодаре помогают погорельцам. Я напомню, что краснодарцы помогают друг другу очень активно. Создаются группы в соцсетях, составляются списки погорельцев с номерами телефонов. Обзванивают точечно, спрашивают, какая помощь нужна. В группах люди активно пишут. Кто-то с детьми посидеть предлагает. Кто-то животных себе на передержку берет. Другие просто вещи везут в пункты сбора. Вот, хорошо, чтобы это weren't. Кто-то, просто где-то д義 Она говорит, что существует... Он говорит, что других из – з 108 градусов. Она говорит, что одна нормальная бi findet, или messenger-ицкая ложка, она говорит, чтоula- couples остальная. Не касается, что она содержит, что в частности ажи Tauрогore. Продолжение следует...